Всем привет, чуваки! Добро пожаловать в новый влог! Короче, мы в машине, мы едем на море, но мы не выехали еще из города, начал накрапывать дождик. Вот сейчас покажу вам стекло, не знаю, видно ли здесь будет капельки дождя. И мы такие, а что там в Геленджике, интересно? Потому что мы хотели поехать в Геленджик. А там ничего. Там такая же погода, как и здесь. Там будет гроза, похоже, и не будет солнца сегодня вообще. А мы вот такие, вот так вот, у нас даже рубашек нет. Но вообще там на море едем, типа, искупаться и на солнышке побыть. И что-то, короче, мы посмотрели, там реально гроза, дождь и холодно. Сколько? 24 градуса всего лишь. 24, это будет максимум. Да. И что-то, короче, мы приостановились, такие сидим и думаем, что будем делать, ехать, не ехать. Ну, просто тратить 3 часа времени на дорогу, чтобы, типа, приехать в дождь и посмотреть на дождь. Типа, поесть в табрисе, попить кофе в серфе и вернуться обратно. Мы и это тут все можем. Да. Мы, конечно, так ездили в прошлый раз, но, по крайней мере, мы почилили на солнце, посидели у моря и помочили ноги. А сейчас, ну, как-то вообще не вариант. И мы подумали, что... А сейчас супер-мега раннее утро. Ну, не супер-мега раннее, прям... 6.20. 6.20, да. Мы реально за 20 минут могли выехать из города. Но не случилось. Короче, едем домой мутить пиццу, пить кофе и высыпаться, потому что можно поспать еще. Что ты, я вообще не хочу бодря. Ну, Алиса вообще бодряком. У нас вчера была туса просто. Да, я спала где-то полтора часа, наверное. Отлично. Ты просто кремень. Да. Едем домой. Ну, зато будет другой влог. А то я думал, аж волновался даже, думаю, елки-палки. Опять геленджик, типа, че? Все то же самое будет, да, типа, как в прошлом влоге. Так что, кто хочет посмотреть все-таки морской влог, пересмотрите прошлый. Зато плюс раннего вставания, что мы сейчас прокатимся по пустому городу. Ну, по относительно пустому. На самом деле, вот это считается пустой город. Ребята, красную перекрыли. Первые выходные с перекрытой красной. Мы вернулись. Значит, официально все разрешено. Да, все. Говорили, жизнь уже не станет прежней. Нет, она уже стала прежней. Мы проспали 4 часа. Проснулись в 11. И бодры. Алиса делает пиццу. Я погнал в магазин, потому что у нас заплесневела томатная паста, да. Че-то так темно, но это не важно. Я пошел. И банс. Банс. Ну, шляк. Вышли с горошкой на прогулку и одновременно решили поехать еще за кофе в Икею. Вот. И знаете что? Погода-то действительно не очень. Моросит дождь. Не зря, в общем, мы не поехали сегодня на море. Наверное. С другой стороны, можно было в любом случае, типа, развеяться, но кайфуем. Смотрим 13 причин, почему четвертый сезон уже полсезона отсмотрели. Скачал все остальное. У нас новый интернет. Домой обратно вернемся. Я покажу и интернет новый, и роутер новый. Сегодня видел на сайте Икею, что очень много филиалов по России уже открыто. Надеюсь, все наши скоро откроются. Мы просто за кофе едем. За кофе. За кофе. Странно сказал, да. Ну, короче, кофеечек сейчас купим, и будет ништячок. Все, Алиска заказывает по телефону. Народу вообще нет. Просто нет. На зоне загрузки-погрузки никого. И у нас здесь еще полка и крепление для ножей. И мы думаем сейчас спросить, можно ли вернуть. Потому что нам это не подошло к интерьеру. Мы так решили. Горошки, кстати, открыл окна все. Так что сидит в тачке, отдыхает. Чьи там? Чьи глаза? Корюша Кофеек Прямо там Ты взяла большой? Да Бросай обратно Пойдет Класс, что пакетики выдают Кстати, по поводу Как он помялся По поводу сдачи Вот этого товара нам сказали Через сайт надо обратиться Я вам хотел кое-что показать Как-то я уже фоткал Табличку в инстаграм Но прям Вот золотые слова Как говорится Золотые слова Вам нужно просто тормознуть И прочитать Все Едем пить кофе И у нас есть шоколадка А собака Здорово Бака Привет Давай играть? Пришло время рассказать Про интернет историю Изначально у нас В этой квартире Был Ростелеком Потом Мы решили Что это все Это все Ростелеком У кого был Ростелеком Тот понимает Причем мы пользовались Повторяем Постоянно Да Мы модемом Еще пользовались Ростелекомовским В итоге мы перешли На МТС И МТСщики Нам оказывается Где-то обрезали провода И подключились Через скрутки Что тоже Скорее всего Участило Обрывы соединения В итоге Платили мы 510 рублей За 50 мегабит Просто больше Мне казалось Не нужно Хватало по работе Сейчас Короче С роутером С нашим Вообще Какая-то фигня Случилась Он совсем Перестал работать То включался То не включался То короче Обрывы Срывы И всякое такое Мы перешли На Билайн Подключили Билайн За 550 Да 550 рублей За 100 мегабит Но первый месяц 270 Типа скидка И чувак пришел И вообще Новый провод Прокинул Подключил К нашему Роутеру И не смог Настроить его Потому что Роутер отказался Работать Он сказал Нет Нихера не буду Работать И в итоге Короче Я пошел В ДНС И купил Вот такой вот ТП-линк Блин С тремя антеннами Он поддерживает 5 Герц Что дает Вообще Кайфовую скорость Потому что Канал Не засрад Я уверен Что здесь В доме Большинство Пользуются Какими-то Арендованными Роутерами А там Наверное 2-4 Герца Практически Ну всех Возможно Нет Не знаю Но в любом случае На 5 Герц Я проверял скорость 90 туда 90 с лишним Обратно Прям шикарно Сегодня пятница А значит Мы сегодня Проведем трансляцию А у нас Каждая трансляция Это всегда Небольшой сдвиг То есть там 10 секунд Какой-то Промежуток Типа вот такой Отставание Нашего видео От того Что показывается И вообще В целом Часто На трансляциях пишут Что отваливается Картинка Звук Идет Картинка Отваливается Ну короче Сегодня Со 100 мегабитным Интернетом На 5 Герцах Мы проведем Трансляцию И посмотрим Каково это вообще Что-то поменяется Или нет Мы в последнее время Постоянно смотрим Все сериалы и фильмы Там В спальне На проекторе Что Соскучились По телеку И сегодня Забурились И весь день Просто смотрим 13 причин Почему Вот здесь На телеке Я Скачал Весь сезон До конца Там такое Ребята Не буду спойлерить Но там такое С самого начала Как-то долго Раскачивается Все А потом Более-менее Как-то Начинается Какая-то движуха Такая Которая Захватывает Азартная Комунарка Комунарка Беларусь Привет Икеевский кофе В икеевской кружке С Мэтровским Малахом 13 причин Почему Э Вот у меня Горош Хотелось бы От тебя узнать Хотя бы одну Причину По которой Ты сюда Запрыгнула Что-нибудь Выключите свет Что Геленджике На море Но Из-за погоды В итоге Мы В Краснодаре Ребята Мы только что Проявили трансляцию Во-первых Все-таки Интернет Лучше Соответственно Трансляция Ни разу Не оборвалась И даже Я поднял Полутора тысяч Киловит в секунду До пяти тысяч И все было Ничтак Так что Все хорошо И у нас есть Топ черной сцены Сегодня мы Сегодня мы Вписываем Диму Кто не в курсе Дима Дима Спасибо тебе За донаты Всем Еще спасибо За донаты Остальным Кто Засылал Кто не в курсе Мы проводим Как минимум Две трансляции В месяц Пятницы Транслятницы В которых За донаты Можно попасть Топ черной стены А топ черной стены Это вот Во влоге Засветиться Прямо на нашей Черной стене Дима Ребят Спасибо всем Кто досмотрел Этот домашний Ламповый Уютный Влог до конца Еще раз Спасибо всем Кто был на трансляции Да Горошка Вот Гороша с нами Гороша здесь Во влоге Сегодня засветилось Ага Я же уже ее снимал Сегодня Да Что вам еще Хотел рассказать Да не знаю Наверное все Увидимся В следующем Видосе Из новостей Как я уже говорил У нас Можно кататься По краю Значит Будут путешественные Влоги Главное Чтобы погода Больше не подводила Как сегодня Вот Но с другой стороны Погода Это всего лишь Отмазон Может быть Да Согласитесь Можно и Любая погода Хороша Главное Улыбаться Все Увидимся с вами В следующем видео Жмите большие пальцы Вверх Оставайтесь вместе С нами Подпишитесь на канал И подпишитесь на наши Инстаграмы И телеграм Все Покеда Подпишитесь на канал